Всем привет с вами Максон и это онлайновый видос по WDB2K14 как вы уже поняли и сегодня я буду играть с пацанами из группы они меня немного подождали вот видите у них все созданные у меня еще макси не создан они короче понабрали всех своих персов я так понимаю сами себе создали но я еще не создал о мне дали приз видимо за то что я первый раз зашел в онлайн перед этим кстати я там была такая штука знаете как обычно лицензионное соглашение когда что-то устанавливаете или вроде этого и типа текст написан и обычно в конце принять или отклонить и вот там надо было весь этот текст вниз пролистать и потом уже нажать принять а я сначала тупил думаю что это за фигня такая вниз листа листа листал догадался что нужно там принять вот а почему меня ждали потому что я тут решил быстренько типа сходить в душ и вместо холодной воды бежала горячая было так офигительно ну ладно уже не об этом мы начинаем жалко будет мисс немного выбиваться из этой кучи читерских ребят я надеюсь они не создали сверх читерскими чтобы там на обычный прием стояли всякие спиры вот посмотрим я бы взял миза потому что кто-то попросил меня вот в комментах я саре не помню кто именно после первого видоса в общем сыграть за низ вот так ну будем знакомиться с чуваками а так понимаю эти люди будут у нас участвовать в турнире который будет в январе я думаю все таки или феврале я не знаю так такая арена этого внешне по моему я не особо разобрал если честно как назвали имя но по моему и таблички еще не было с именем ой максимумовые сашки в общем это арена который создал илья кофман овешная то не подумайте что это я создал и создал илья но посмотрим пока вроде так забавно выглядеть вот но первый участник вышел я честно не знаю может я просто проморгал пока рассказывал о том какие типа мылся ну смысле имя этого чувака я не знаю кто это вышел ссори так вторым выходит у нас тоже я не знаю кто клетка так отлично это а вы успели прочитать я если честно нет они скрытые какие-то чуваки кстати я хотел про зрителей сказать прикольно сделали что разные всякие вообще вещи шмотки нацеплены на них если как-то раньше допустим выиграли какой-то конкретный бой грибовщик там еще кто-то в основном все были одеты в их одежды или что-то вроде того было там пару изменений в смысле других чуваков которые выделялись и здесь вот прям рассыпная такая куча чуваков в разных майках так 3 чувака у нас пропустили 4 это наверное илья да 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 ильюша если вы помните да вот такой вот он у нас так вот он выглядит кстати насчет максим не написали чтобы я создал процесс точнее записал процесс создания макси я думаю хорошая идея может быть запишу как я создаю макси большинство это будет неинтересно потому что вы таки наверно сидите мы хотим бой мы хотим бой больше боев короче но кому-то будет все равно это дело интересно вот кому интересно тем я запишу а кому не интересно ну ждите видосов все будет еще все впереди все только начинается еще за всех по гамму еще 30 литров сломания я так и не понял как вы все таки захотели чтобы я записывал или не записывал но наверное запишу там просто не знаю но я запишу кому надо посмотрят и еще хотел узнать насчет турнира king of the ring если он в этом в этой игрульке если есть то тоже запишу наверное так мисс единственный нормальный пресслер среди этих эти еще типа так новички потому что созданные но хотя фиг знает вот так вот мисс в принципе неплохо мне нравится а им осум у него написано но выход миза мы точно посмотрим до конца причем у него такой забавно залезанный такой вот так вот он закидывает ногу чешет себе за ушком ну нормально чап поборемся посмотрим увидите дам тоже на этих подушечках о вы этим написано круто ну поехали проверять народ кстати я даже не знаю что тип матча я что-то не посмотрел а еще у нас кто-то был его пропустили окей так как вот эта темная окраска мне нравится подождите где мисс ага все вижу такой вот ринг неплохой матч холода селда кстати я же или видел клетку затмевающую чей-то выход так меня швырнули вот это как раз таки один из тех моментов которые я говорил что убыстряют игру некоторые люди пишут что сложнее стало играть точнее сложнее стала реверсировать но как вы знаете но если смотрели видос где-то это санил против шеймоса 1 вступающий то там поначалу меня очень даже хорошо получалось реверсировать но вот здесь пока вот первый реверс по моему я не знаю с кем я сейчас дерусь за кого кого я принялся мочить поэтому ничего не могу сказать так а работка у миза у меня не получилось получается бэкдроп возьмем другого соперника себе и он мне делает хури конрану но это принципе было понятно что мне будут проводить всякие подобные приемы я вот замечаю что иногда подергивает но это видимо связь она хоть не зависает так я пользуюсь моментом чтобы слезть у этого чувака как футболка в gta в сити примерно так реверсирует видимо или я это илья то что ли бородат и теперь его могут называть иисусом на том необычно сашке максим его называл иисусом тихо так врезались лбами и уууу полегче илья по моему это он вот мы можем а здесь мы не можем посмотреть кто играет может и нажимаю на select и И списочек не выводится, как в DB13. Интересно, почему? Ой, там зрители букают, по-моему, или мне кажется. Ну, не знаю, я потише себе сделал звуки из игры, потому что иногда я себя даже не слышал, когда записывал первый бой. Самый первый бой прям. Так, хорошо. Я опять не знаю, с кем я дерусь, поэтому, сори, я, если не называю никого по именам. Я запомнил только Илью, я сразу примерно представляю, как он выглядит. А вот кто это вот остальные, я не знаю. И вообще, я как-то не особо чекнул, кто с нами гамает. Поэтому, сори, там есть новые ники. Я еще не запомнил всех имен. Извинять. Ну, это я тем, кто играет. Вот видите, зависла и да. Вот эта штука, про которую я говорил. Хорошо, что ее нету, вот теперь она появилась. Блин, а че меня-то все избивают? Так неинтересно получается. Те, кто просили посмотреть на Миза, наверное, вряд ли что-то в этом бое смогут увидеть. Но я не виноват, что пацаны взяли таких чуваков. Они, видимо, думали, что у меня есть Макси. Я его еще не несу. Повторюсь еще разок. Ну, не обязательно и на меня, в принципе, смотреть. Так, а здесь пин. Ничего себе. А че так медленно как-то двигалась полосочка? Хорошо, что Тони, или не Тони. В общем, что чувак из ГТА с нами оказался. Рядом. А вот этот чел вообще похож на Симпанка раньше. Эй, че за фигня, аж с реверсил? Так, неплохой тактимовский прием. Ничего, я еще повыставляю свое за Макси. Видимо, это сигнатура. Ее сбивают? Отлично. Сейчас мы запустим этого чувака побегать. Ииии, бэкдроп. Хорош. Тяжело так как-то перекидывал его мисс. Суплекс, неплохо. Я, видимо, начинаю приходить в себя. Потихонечку, но сразу же реверс от веточку. Мне прилетает и немного нас таращит. Так, тихо, тихо. Алья там зарабатывает. Ой, какие-то новые штуки, видимо, добавили. На таунты. Ну, круто. Я создам, наверное, Макси, но не сегодня. Может быть, завтра. Не знаю. Ну, на самом деле, когда я вот после того, как поиграл... О, тоже, это же командный прием. Но это, видимо, стоит у того чувака, которого я назвал симпанком. О, сигнатура. И мы проводим ее вот этому чуваку. Отлично. Также у меня есть, конечно же, финишер. Мы делаем вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Сбиваем чувака и поднимаем его. Ага. Вот они подняли. Вот. Так вот мне врезали и все. И пин. Не-не-не-не-не, рановато. Хорошо отпускает, по-моему, сам. Потому что явно я не... Даже до полоски не довел еще. Блин, что-то не могу среверсить вообще. Хорошо. И субрекс. Ух. Нормально. Нормально. Я чувствую, что... Хороший мобсет можно действительно выставить своему персонажу. И мне очень прям хочется уже создать Макси. Чем дольше я играю этот бой и смотрю на этих чуваков, отлично ломается сеточка. Клеточка. Отлично, клеточка, естественно. Сеточка это, наверное, на окнах от комаров. А это у нас клеточка. Вот. Чем больше я смотрю на этих чуваков созданных, тем больше мне хочется создать своего Макси наконец-таки. Все бежим просто наверх. Кипиш. Сори, я по пути так задел. А, это полоска адреналина была. В тот раз я в первой части вступления еще не дошарил. Нет, Илюха хочет меня, походу, скинуть. Пошел вон. Сразу побежали вперед, чтобы друг друга не задеть. Суперкик и минус один. Я чувствую, сейчас полечу я вниз. На, вот такая штука стоит. Ой-ой-ой. Двоем улетели. Жестко. Прямо посреди значка ОЕ. Так,никбрейкер. Риверсируем. И это, это сворачивание. Это, это неожиданное сворачивание, если честно, для меня. Я думал, что я, не знаю, обычно как-то это было иначе. То есть, не было такого, когда я реверсирую чей-то прием, происходит сворачивание. Ну или было, но оно немного не так выглядело. На самом деле, это круто. Это некие плюсы такие. Но они не совсем значительные для кого-то. Кто-то скажет, что игра ничем не удивила. Как называл это Сашке. Какашечка в новой оболочке. Но это назвал так Сашке. Не знаю, мне пока нравится. Я думаю, что и Сашке, если бы поиграл побольше, тоже бы вкатил. Он не хочет ее брать. Значит, что он не будет участвовать в турнире. Если честно, для меня это не очень хорошая новость. Но может быть, он передумает. Не знаю. Хотя, что-то мне не очень верится. Ну ладно. Участвуем без него. Я думаю, что все равно народу у нас будет очень много. Потому что, на самом деле, народ-то поприбавился. И очень сильно поприбавился в группе. Но даже не в этом смысле, что в группе. А народ с PS3, я имею в виду. Вот часто, когда спрашивают в группе у нас насчет темы спор. Вот этот Xbox 360 или PS3. Ох, вот это круто. Что круче из этого? Это вечный вопрос. Это можно вообще, не знаю. Я отвечаю всегда всем дефолтно. Ну вот. Суть в том, что, когда задают этот вопрос, обычно все переходит к тому, что народ пишет. Здесь все голосуют за PS3, потому что у админов там PS3. Потому что здесь у Максона PS3. И поэтому все голосуют за него. Но, если вы олдскульный чувак, то, наверное, знаете, что в группе, когда только было меньше, чем косарь и даже человек, у большинства были как раз-таки Xbox. И все, когда был этот опрос, я, естественно, шарю, когда задавали эти вопросы, по-моему, не каждый месяц по 3-4 раза там у нас пен стоять. Вот. И постоянно это сводилось к тому, в общем, что... А, ну я это уже сказал. В общем, раньше, наоборот, было у всех в основном Xbox. И как-то вот потом это даже для меня удивление переросло в общее количество народу, что у всех стало как раз-таки PS3. Так, проводим снова сигнатур MUFOT, MISA и O. Вот этот чувак, я хочу на него прыгнуть. Ясно, бывает. Так, давайте его вот так вот в пах ударим и здесь попробуем поднять. А, нет, это не то. Стоять. Вот так вот. Опа. Таунт. Там было удержание. Мы проводим финиш и не успевает его среверсировать. Наш соперник. Я попробую здесь запинить. Как рыска, как рыска. Давайте. Ай, кто-то спалил. Два. До двух досчитал рефри и проводит нам дробкик вот этот вот парень. Я не знаю, кто это. Сори. Нужно ему отбить ноги. Я люблю часто отбивать ноги, чтобы народ не так быстро бегал. Я среверсировал вроде как, да? На, вот так вот. Вот этот чувак сейчас как бы не бил. Он, кстати, не мог ничего сделать. Не мог помешать приему. Может быть, потому что я среверсировал, но это дело закриптовано. Теперь там Илюха. Два. Чувак наверху просто стоял, танцевал брейк-данс возле канатов. Ляков не победил на арене ОВЕ, но, видимо, потому что он ее сам создал. Ну, такой вот basic-фаганаймик. Ничего себе. Мне сразу вспоминается за заставочка, которая стояла у нас. О, еще что-то дали. Мне кажется, вот это дали за... Блин, я так хочу послушать песню Сина. Ну, ладно. Хороший бой. Вот ту ачивку, которую мне сейчас только что дали. Мне кажется, это как раз-таки из-за проведения первого боя. А первого, который давали, может быть, за то, что я принял лицензию онлайн или что-то вроде этого. Не знаю. Так что пишет народ. Норм. Ну, вот. Эля, видимо, не хотел. Но он победил. Как так? Не знаю. В общем, круто. Блин, музло здесь есть. Это все так. Ништяк. Hell in a Cell 6 человек опять. Но, мне кажется, лучше создать что-то новое. Кстати, ребят, смотрите. Здесь какая-то обнова написана. То есть будет DLC. И написано, что оно будет бесплатно. Гигантское типа DLC. Будет доступно бесплатно. Это NVO Pack. Но, я не знаю. Это прям рестлеры будут? Или это будет от тирки какие-то? Ну, вот смотрите. Kevin Nation. ВОО. Скотт Холлэн ВОО. Матчу Мэн. Рэнди Сэвэдж. Сюкс. Честно, я не знаю, кто это. Керт Хеннинг. И Скотт Штайнер. Вот это круто. На самом деле. Но я не могу сказать, это люди, либо от тирки. Можно почитать, конечно. Но, в общем, это все дело будет 12 ноября. В Северной Америке 13 ноября. Везде, короче. Но, в общем, будем ждать. И самое круто, что это все дело будет бесплатное. Здесь еще какие-то бонусы написаны. Ну, значит, скидки какие-то. Ну, ладно. Ждем, в общем, сейчас. Когда пригласят нас в новую игру. Итак. Третий бой. Трипл Фред матч. Взял Трипл Фред, потому что... Ну, этот уже я создал. Потому что 6 человек тогда лагает. Пригласил рандомных чуваков, которые были. Один сначала вышел, потом пригласил другого. Другой зашел. В общем, матч Трипл Флет, ладер я взял. Коди Роуд с усами. Это будет у нас на нем играть, по-моему, Андрюха Крутой. Нет. На нем будет играть Ля Кофман. Андрюха Крутой будет играть на Дине Эмбровой, который уходит в данный момент. Ренка Хеллен Селл. Вот он появляется у нас среди толпы. Харизматичный, брутальный Дин Эмбровой. Ну, а я сам буду играть за Вейда Беррета. Действительно. Написал в комментах первому видосу Владимир Копян, что я обещал еще за Вейда Беррета играть. Да, это я помнил. Просто соперник и взял Шеймуса, потому что нужно было какой-нибудь один брутальный мужик. Ну, я уже говорил, что для гармонии. Вот. В общем, Вейд Берр тоже явно брутальный. Но я, наверное, вспомнил про него, когда уже играл бой тот. У него четко хочется мне провести приемчикову. С локтя в табло. Но еще Трипл Фред я взял не только потому, что лагает, а потому что больше места. Можно провести хоть что-то, хоть показать какой-то бой. А когда там кипиш такой, ничего не можешь сделать. Мне немного это... Поначалу как-то не очень хочется такого. Кипиш потом будет, когда уже... Просто уже очень долго будем играть в это все дело. И... просто... Не знаю. Захочется шпилить, шпилить, шпилить. Уже по барабану. А что? Эмброуз так просто гуляет. Уворачиваюсь от всяких приемов. Мне немного кажется, что будто отстает, да? Хотя... Ну-ка, я потанцую лунной походочкой. Тун-тун. 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 А Белли Джен. Так, ну не знаю, вроде бы... Немного лагает только. Матч у нас ладер, поэтому... Я забыл еще поставить горящие столы. Вот. Поэтому будет разбит только один, а может быть два сразу в куче. Но изначально мы должны что-то показать просто на ринге. Буду я избивать Коди Роутс кувалду, и пока Дин Эмброуз расставляет нам у нас стол. Двигает его все. Так толкает вот нас Коди Роутс. Берет-бараж. Блин, ну, походу, действительно, у меня немного... Подлагивает. Ну, не то чтобы подлагивает, а действия будто бы отстают. Так вот, хорош, накинул мне Коди Роутс Эмброуза. По трем ладоши. Ща-ща-ща, командный, командный! Шарю. И что там стоит? А вот так вот лбами нас сталкивает Дин Эмброуз, и мы можем ему отомстить. Поехали. И еще разок. Вы что, дураки, говорит, на меня батон крошите? Подсечка. Че, блок точнее, если быть. Давай его запрессуем просто с тобой. Коди Роутс, вот так вот, мясо. Обработка. Вот как меня Хенри хрен начал. Мне было не очень приятно на турнире. Я ничего не мог поделать. Так, хороший накбрекер со стороны Дина Эмброуза. Рашн Лэкс СВИП отходировался. Так, я вообще стою. О, забегал. О, разминает плечо вот так вот. Демиан Сэндов хотел я сказать, но нет. Это Вайд Берретт. Блин, да что же... В этом бой это хотя бы не так, как в том было, да? Но в этом действия встают... Ох, какой классный бэкбрекер-то стоит у... Блин, у Вайда Беррета. Что же я его все хочу другим именем назвать? Я еще буду часто, думаю, шпилить за Вайда Беррета, потому что мне уже нравится, какие у него стоят приемы. Блин, не могу среверсить. Сталкиваемся головами с Эмброузом. Так, реверс, хорош. И командный, ну, неужели? Russian Double, наверное, Russian Black Sweep. Хорошо. Так, что там у меня? В чем ладоши? Сигнатурка. Опа, опа, бегает здесь Динемброуз, но провожусь сигнатуру Коди Роуз. Выкатывается он. Так. Ай-яй. Таблон в ринку так вписывает мне Эмброуз. Ну, я чувствую, у них, походу, тоже понемножечку-то и отстают действиям, возможно. Так, киллер такой у нас там, Эмброуз. Воображаемым пистолетом в нас бабахнул. Мимо. Что-то мы все прицепились за эту кувалду. Я больно долго валялся, по-моему, или мне показалось. Но попробуем. Чего там у Эйда Берета? Ведь... Нас, ноги не получилось. И реверсирует Коди Роуз. Ну да, у меня... ...небольшая задержка есть. Роуз, прекрати. Ну все, теперь они меня будут избивать. Каждый пройдет по сигнатуре. Ооо, прям рожей. Прям головой. Макушечкой, я бы даже сказал. Врос я в ринг. Все, Коди Роуз. Роуз ставит столы. Ну, я не хочу, чтобы он разбивал стол. Точнее, ну, чтобы матч заканчивался именно таким разбитием стола, который вот в углу. Это немного дефолтно, что ли, и слишком просто, как мне кажется. Да, у меня задержка вообще жесткая. Но я как могу стараюсь играть. Тихо. Реверсити. Так вообще трудно. Все? Динамбрус побеждает. А вот так вот он просто ломает стол. Но я не поставил горящие. Но я думаю, нужно будет исправиться. Ну что, очередной матчик. Я думаю, последний. На сегодня. Загомом в онлайне. Надеюсь, он будет шикарным. Предыдущие какие-то немного-таки косячные получались. Где-то победа странная. Где-то лаги или что еще нам мешало. Надеюсь, последний будет классно. Короче. Тейблс матч. Действительно. Джон Сина. Это буду выиграть за него я. Кстати, комментатор... Точнее, анонсер вот этот вот старый. Это круто. Это типа олдскульности придает. Такое. Но у нас все современные. В общем, Джон Сина. Я сейчас... Я написал там всем, что буду... Всем прописывать Attitude Adjustment. Так как матч... Тейблс. Я думаю, что это будет очень удачно. По крайней мере, я надеюсь, что Лэнни будет... Отъезжать от меня. Ну ладно. Второй. Рэнди Уортон. Это, кстати, старый Рэнди Уортон. С или по музяке. Да и по татухам. А лицо современное. О, вы можете сравнить там сзади, да? И лицо. И вот сейчас, которое выходит. Ну, отлично. Сейчас будет всех аркеошить, наверное. Но аркеошить на столы труднее, чем... Просто... Вот я хотел... Всегда хотел сделать эту штуку. Вот когда, знаете... Один сидит на турмбакле... Возле турмбаклы стоит стол. Вот где примерно Сина стоит. И другой чувак, именно Рэнди Уортон, стоит где-то чуть вдалеке. Тот, кто сидит на турмбакле, прыгает на Уортона. Уортон делает аркео. И вот на этот стол, который сидит между ними. Вот такой штуки никогда не делал. Это немного трудно, потому что нужно как-то посадить чувака наверх. Нужно, чтобы он еще потом на вас прыгнул. Если вы играете с компом, то это еще, может быть, можно сделать. А когда вы играете с чуваком, я не думаю, что он будет на вас прыгать. Хотя фиг знает. Разные люди бывают. Все играют по-разному. Кто-то играет просто на фаст, на победу. Я вот думаю, турнир будет интересным. У нас новый. Новые люди будут. Как бы новые штуки. И надеюсь, он для меня лично пройдет полегче, чем предыдущий. Последний немного такой напряжный был. Ну ладно. Третий участник боя. Адольф Зиглер. Может он зигзаг проводить, конечно же, на столы, но тяжко. Тяжко. Ни у кого пока нету. Там будет еще у нас Крис Джерико. Четвертым участником. У него тоже стоит Котбрейкер. Вот будут с суплексами разбивать пытаться, либо еще чем-то. А я могу оттуда Джазмот. Но это еще надо будет постараться. Главный Уортон не спустился. Осина наверху стоит. Типа король, царь ринга. Но Зиглер, Крис Джерико и Рэнди Уортон будут пытаться доказать обратное. А может Ховард Финкель тоже захочет это сделать? Ну нет, я не думаю, что он будет участвовать в этом бое. Все, вот он выход из Зиглера. И последним смотрим на Криса Джерико. Кстати, я не знаю, какой у Криса Джерико стоит выход здесь. В этой светящейся костюмчике или... Нет. Походу, да. Так, ну... Ну, нет, все-таки светящийся костюмчик, видимо, будет. Вот такой вот выход Криса Джерико. Да. Как новогодняя елочка сияет. Хелл-еа! Действительно, 30-е сломание арены. И выход Криса Джерико. Тут вот, кстати, сейчас в группе поселел с телефончика, пока мы ждали народ. Там кто-то скинул твиттер Голдбергом. И Голдберг пишет, что, типа, там что-то Райбек провел Джек Хаммер и Спир хуже среднего, чем Голдберг. Или что-то вроде этого. В общем, упомянул он то, что Голдберг провел его приемы. И что-то написал, что... В общем, короче... Короче, будто намекая, что он вернется. Может быть, просто он с тебя от Голдберга, я не знаю. Ну ладно, поехали. Я играю на Джонес Сине. Остальные играют на Рэнди Ортоне, Дольфе Зиглере и Крисе Джерико. Кстати, я, по-моему, Сина посмотрел, а тверки не было. Ну, я еще ничего не открывал. Возможно, она есть, просто пока что ее нет. Угу, захотели. DDT провожу я, реверсируя командный прием Дольфа Зиглера и Рэнди Ортона. Так, какой-то немного сумбурный кипиш проходит у нас тут. И... Отлично. Электрик Ч... Чир. Так. Спир. Проводим Дольфу Зиглеру. И вот так вот швыряем его. А Бринг. Нет, я не хочу пока командный. Вот тебе, Рэнди, я хочу. И Рэнди Ортона не может реверсировать этот дабл-некбрейкер. Хорошо. Съеду-ка я вниз и достану стул. Эй, а че это я упал-то? Че это за фигня? И прилетает мне стулом в лоб. И еще разок. Смачненько так приложился Ортон. Ждет что ли, чтобы еще раз впечатать? Не надо. Пожалуйста, не надо. Вот так вот он делает. И это ДДТ. Я не слышу, если честно, что кричат там зрители. Но мне кажется, View on Table. Если я правильно слышу. Ох. Ортон, видимо, действительно хорошо принялся за меня. Мне кажется, или я слишком часто в этом сегодняшнем видосе употреблял слово действительно. Я не знаю, почему. Это слово стало для меня паразитом. Опа! Как шикарно-то! Сейчас получилось очень даже отличненько, я бы сказал. Сдриллер так как-то легенько так просто упал на стол. На комментарии хотел сказать. Просто упал на стол. Ну, круто получилось. Мне понравилось. Еще такой хруст прозвучал классный. Но у нас победитель будет определяться по тому, кто проведет какой-либо прием и сломает стол горящий, а не обычный. Поэтому все только начинается. Я думаю, очень хочется мне, чтобы бой был крутым. Очень крутым. Прям супер-супер. Кстати, у Джерика тут татуха. Смотрите. Он ее, видимо, сделал, по-моему, не так давно. Ставь стол! Не успел Джерику поставить стол. Это было бы круто. Вот сюда вот поставлю. И сделаю вот так. Солдат. Солджер Джон Сина. Крис Джерик, пожалуйста, спуститесь вниз. Ну ладно. Оба. Я не хотел. Точнее, не смог я поймать Рэнди Уортона. Окей, Дольф Зиглер. Я разрешаю тебе провести какой-нибудь прием на Криси Джерику. А я пока сделаю вот так вот Рэнди Уортону и проведу ему 5-knuckle shuffle. Здесь я не споткнусь со стола. Отлично. И 5-knuckle shuffle. Найс. А там стол-то они разбили. Ну что, поднимем Рэнди Уортона? Ха. Вот таким вот способом мы тырим финишер. И будет ли Аркио? Эй. Эй. Я... Вот видели, да? Стоял Джон Сина, расправил руки в сторону. Я не мог идти. Я нажимал в сторону Рэнди Уортона. Сина просто стоял. Ответочка. Блин. А сейчас будет Уортон стоять просто. О, смотрите, стоит. Только я шатался. Вот что мне помешало. И у меня пропадает финишер. Это не очень круто. Я не знаю, почему он пропал. Первый бой, которым мы играли, у меня очень долго держался финишер. А здесь он просто исчез. В никуда. Ну вот это какая-то странная штука. Когда стоишь и не можешь провести Аркио. Уортону повезло, на самом деле, что я шатался. Суплекс. Мини-суплекс такой. Дольф Зиглер... У него своя, в общем, атмосфера. И он считает, что он антенка. Отлично. Пока все хорошо. Так, не дам. Крис Джерико. Подожди, а если я сделаю вот так вот? Суплекс. А потом ты прыгнешь. Как тебе? А, и уже все. Джерико не хочет прыгать. А я хочу. Классно. Прям как и хотел. Сейчас кем-то сломают стол. Дроп-дроп-кик ломает стол Дольфом Зиглером. Уортон проводит мне DDT свое. Фирменное. С второго каната. Бум. Бум. Ходбрейкер. Блин, это классно. Вот эта штука мне действительно нравится. Круто. Ну, слово действительно... О, как? Какого хрена? Вы это видели? Как это Крис Джерико с одного конца света долетел до другого? Какая-то фигня. Сина, кстати, лежит не звездочка. Он просто лежал. А, вот фиг тебе. Крис Джерико. Нужно ломать столы. We want table. О, вот эта издевательская штука. Крис и Джерико стоит. Мне это доставляет. Давай, Крис. Прыгнешь? Кодбрейкер проводит он мне. За что? А вот, кстати, Джона Сину. Ну, мне привычнее видеть в позе звездочки. Упрыгнете меня, да? Я не смог среверсить. Сам с собой ломает Дольф Зиглер. Стол, у меня есть камбэк. Так. Так, другому. Другому чуваку. И как? Вот объясните мне. Я сначала ударил одного шелдерблоком. Затем другого. Потом ничего у меня не появлялось. Еще один стол ломается. Круто. Ничего у меня не появлялось. И Крис Джерико как бы нажал кнопку, я уверен. У меня ее, по-моему, не было. Я ее не видел. Но еще до сих пор у меня висит камбэк. Я хочу его все-таки доделать. Так, шелдерблок один. Шелдерблок нет. Второго не будет. Просрал я свой камбэк. Но странно. Очень странно вышло. Я не понимаю, почему... Аркио, да? Аркио. Действительно. Подходящее просто слово. Действительно. Вот почему я его употребляю. На самом деле так происходит. Именно поэтому я так и характеризовываю. Этим словом. Нужно от него избавиться и придумать новое. Ну, например, какое. Не знаю. Ладно. Будем базарить, как получается. Я не слежу иногда за собой. И это не очень хорошо, конечно, но... Ладно. Возможно, вы даже и не замечали про это слово. Только пока я вам это не сказал. Не-не-не-не-не. Врезаюсь я башкой. И Джерику радуется просто тому, что я врезался. Все, что-то пошло не так. По-моему, опять долетает Крис Джерику. Ну, как так-то? Лайн Солт этот его читерский. Я же сильно такой обиженный, типа. Бульдог будет сейчас. Да. Проводит мне раненый бульдог Крис Джерику. Я очень сильно хочу. По-моему, здесь все, кому не лень, проводили. Приемчики вот так подкидывают чуваков вверх. Я тоже хочу такое. Отлично, реверсируем. Набиваем табло Крису Джерику. Подойди сюда. Не могу я попасть своей обработкой. Все просто запинали в углу вот так вот. Перелетает нас Джерику. Сейчас я попробую сделать какой-нибудь суплекс. Нет, реверс от Криса Джерику. И теперь Ортон не очистит лицо. Зигзаг. Со стороны Дольфа Зиглера. И ломается очередной стол. Круто. Хоть по чуть-чуть так, но ломаем. Я хочу двойной разбить кем-нибудь. Но я еще даже ни одного кем-нибудь не сломал. Кстати, голубые футболки так выделяются. Вот так вот сверху и зеленые вот тоже тёлки, видите? А еще там вот толпа такая одинаковых футболок сидит. Ну, круто. Так, появляются у нас новенькие столы здесь. Можно их попробовать поломать. Все хорошо. Так и знал, что сейчас будет прием на бегу. Не злоупотребляйте этим, ребята. Давайте, кому не лень, все прыгайте на меня. Кот-брейкер. Так вот просто. Ничего не подозревая, мне проводит Кот-брейкер. Стомпы проводят свои Рэнди Уортон. И давай мне что-нибудь еще. Подкинь меня. Давай. Чё ты. Видите, разгоняет, чтобы подкинуть по-любому. А я не дам. Стол отъедет или нет, мне интересно. Стол складывается просто. Ну, он, в принципе, так и складывался. А ну-ка, спир хочу. Нет, просто слезает Рэнди Уортон. Так неинтересно. Russian X VIP. А что с Уортоном? Почему колбасит? You can't see me. Эй. Немного странно иногда происходит бой. Как-то сыровато, что ли, выглядит. Может быть, просто надо привыкнуть мне. Я среверсировал прыжочек вдоль Фазиглера. Еще попробуем сделать ему вот так. Такой клоузлайн. Хорошо. Сигнатур мув. А сигнатур мув можно же отсюда? А, это нужно мне... Просто прыгнул на шоку. Это мне нужно в угол закинуть кого-нибудь тогда. Я думаю. По-моему, так и есть. А ну-ка, Уортоном... Да, ломается стол. Круто. Я думал, если честно, что он не долетит. Все, хана. Минус один. Вырубил я. Одумался, Крис Джерико. Потому что я действительно мог ему провести... Туда Джазмот, мне кажется. Да, ведь мог. Сейчас будет РК, а я не дам. А я вот просто не дам сделать тебе РК. Застревает Рэнди Ортон в Крис и Джерико. Какой Ортон-то, а? Вот так тебе. Прессанул я тебя, Рэнди. Поставьте кто-нибудь стол сюда. Блин. Нет. Я же думал, сейчас он мне проведет то, что хотел. Блин, там было подкинуть. Сейчас мы будем друг друга вот так вот запускать. Это можно сказать во всех онлайн-играх страны, типа там мира. Подкидывающие друг друга чуваки. Все будут стараться друг друга подкинуть, чтобы провести вот этот момент. Как вот раньше было ОМГ. Все старались что-то сделать. А теперь все будут вот этот лифт сделать. Подкинуть. Стол сзади просто развалился сам себе. Так. А давайте, смотрите, дабл попробуем. А нет. У Ортона что-то пошло не так. Вылетел просто. Крис Джерику как? Почему Орт... Тьфу, блин. Дорф Зиглер сделал мне прием. Я же его нажал подкинуть. Там, кстати, отлично сломался. Столик опять хрустнул. Но я только услышал хруст. Я не видел, что там стол стоял. Ну что, попробую я подкинуть. А нет, не получится у меня. Ооо, блин. Ой-ой-ой. Я думаю, вы видели. Так, отошел отсюда. Просто я вот так вот мешаю Рэнди Ортону. Так-то получается, очень много можно всяких штучек-то сделать, да? Блин. Ринверсирует Дорф Зиглер и не хочет на меня прыгать. Потому что он понимает, что может произойти. Народ-то не глупый с нами играет. Шарят пацаны. Кот-брейкер. Вот просто. Я еще попробую замутить вот этот все-таки омго-момент, который там был у нас написан. Ну не это. Не то. Клоузлайн. Так, вот. Сейчас попробуем. Для этого мне нужно выбросить Криса Джерику и сделать ему... Блин, у меня появляется сигнатура. Сейчас попробуем сделать сигнатуру. Блин. Не то. Вот трудно сделать. Когда ты что-то хочешь сделать, тебе постоянно кто-нибудь мешает. Будь то комп, будь то настоящий человек. О, во-во-во-во-во-во. Эй, застрял. Я головой застрял в канатах. Это выглядело странно. Так, проводим Клоузлайн. Дольфу Зиглеру. Я еще попробую все-таки сделать этот омго-момент. Очень хочу. Так, ну что, появится. Вот он омго-момент. И... Полезли мы. А там стол-то есть. А там нет стола. Ох! Эй, он нам и не нужен был. Это вот такие вот штуки. Значит, в тот раз, что было, это был омго-момент. Так. А что, Ортон хотел сделать пин. Он провел свой лифт-прием. А теперь хочу это сделать я. Но для начала нужно среверсить задумки Криса Джерико. И уже потом самому все это дело провернуть. Да, блин. Почему я переключился на Ортона вообще? Не понимаю. Так, пробую. А теперь... И... Аттитуд аджазмент. Крис Джерико попал. Бум. Хорошо. Найс. Ништяк. Я думаю, нужно засунуть побольше столов на ринг. Что это за неинтересности такие? По крайней мере, расставили и рады. Так, не круто. Так. Плюс один. Адреналинчик у нас тратится, когда мы бегаем. Кодбрейкер просто так вот неожиданно. Аркио. И еще мне бы что-нибудь, да? Вот Ортону провести и победить в этом бое. Ну вот на стол. Вот это было бы просто идеально. Но нет. У меня нет финишера. Подвиньтесь, пожалуйста, господа. Что-то вы тут разлеглись. Дольфи Зиглер. Так, иди сюда. И сейчас попробуем. Ну... Просто животом врезается Дженсина. В стол, который сам поставил. И все. И теперь Зиглер спокойно может делать мне какой-нибудь суплекс. Нет, Крис Джерику вовремя поспевает. Теперь Джерику мне может провести суплекс. Но я думаю, здесь уже... Хотя нет, долетел бы, наверное. Так, ну пора вставать. Суплекс сейчас будет. Ха, мимо. Суплекс мимо. А вот так вот я ломаю. Отлично. Просто ништяк. Само собой, но дисквалификацион матч. Так, ставим стол. Нет, подожди, Зиглер. Нееет. Ломается этот же стол. Сам поставил, сам собой и сломал, грубо говоря. Точнее, мною сломали. Сейчас будет больно кому-то. Нет, что-то вот рискованно стало прыгать. Сейчас уже не каждый решается прыгнуть на лежащего перед ним соперника. Да ладно. Просто столы крушатся. Вот это действительно уже хороший бой получается у нас. Потому что столы ломаются. Столы крушатся. Прям нарезку такую с хрустящими столами можно делать. А, кстати, мови-мейкерам, которые, да, вот, сочиняют... Ну, не то, чтобы сочиняют... О, как! Да ладно! Да ладно! Ура, DDT! Я еще и стырил финишер Радольфа Зиглера, бедняга. Круто. Так, реверс. Вот этот тут реверс странный Джона Сины. Хорош! Крису Джерику хорош! Куда ты побежал? Так, опять этот читерский реверс. И я хочу сделать STF. Проводим. Крису Джерику. STF. Это не STF. Это был финишер. Только что, что вы видели, это был финишер Джона Сины. What the fuck? Объясните мне, что это было вообще? Я думал, сейчас будет... Ну, я не знаю, хотя бы STF. А тут было что-то странное и непонятное. Окей, бывает. Нужно поменять ему эту штуку. Это какой-то бред. Сейчас полетит на меня Зиглер и сам с собой... Просто прыгает на задницу. Блин, сломался стол. Я в это время сказал... И опустил башку. И еще один стол ломается. Эпик. Просто найсики. Мне нравится. Чем больше мы играем этот бой, тем больше он мне доставляет. Еще. We won table. А под конец боя все уже такие... О, столы, надоело. А в начале... We won table. Нет. Черрико все-таки приземлился на меня. Было бы круто, если бы я его столом ударил. Кстати, помните, да, я в каком-то видосе говорил, можно ли так сделать было бы. Но вот здесь нужно это проверять. Так, с колена в нос получает. Черрико. Сейчас будет суплекс, но я не успею поставить. Стол, но он здесь и не нужен, в принципе. Нет, поджигать я пока не хочу. Стол погнулся. Ну, смотрите, какой он. Он вот такой вот треснутый, но он согнутый. То есть, я так понимаю, он не пропадет, да? Он будет вот так вот стоять, типа, полусломанный. Это круто. Если это так. Уортон готовится к пандкику. У меня... Пизда. У меня хана. Нет! Ух! Панкик! Проводит Рэнди Киев Ортон. Это что такое? Это боль. Вот так вот, лицом. Ну, я, конечно же, не задеваю даже лицом. Ринг. И сейчас будет Нэкбрекер. Хорошо. Просто, по-первых, бой. Вот это классненький бой. Это просто бой, который затмевает весь выпуск. И он его вытягивает. В смысле, весь видос. Это мое личное мнение. Мне, по крайней мере, как участнику доставляет. Я думаю, как зрителям, вам тоже это должно будет доставить. Что такое? Ой. Эта штука больная. Мне очень больно. А там проводится ОМГ-момент, состоящий из трех финишеров. Там, помню, нет столов. Насколько я вижу. Там он есть, но он просто стоял. Окей. Штучка мне одна интересная. Если я вылезу и залезу вот на тот стол, который стоит. Ну, не залезу прямо на него, а через него. Он просто сломается или он восстановится, как бы, и сложится. Мне интересно. Отлично. Я подзабыл, как характеризовывается этот прием. Вылетел из головы. Помню, когда снимал... Еще раз его проводят Крис Джерико. Помню, когда снимал настоящий бой Крис Джерико против Triple H. Вот он проводил вот этот прием. Я прям с того момента запомнил навсегда, как его называть. Вот сейчас забыл. Вылетело из головы. Ладно. Я думаю, профессионалы, которые постоянно мне подсказывают, очень хорошо подсказывают. Спасибо вам. Скажут, как называется прием. Я честно забыл. Вылетело. Ну, дропкик это понятно. Вот первое слово. Вот все приемы, которые вот так называющиеся от... Ну, которые проводятся при отталкивании от канатов, они как-то называются. То есть вот это первое слово перед дропкик. Как-то вот оно идет. Ой, камера у нас поменялась. Ой, Зиглер, Кыш, куда потащил стол Ортон? Видимо, у него дома нет стола, и он потащил его. Я не знаю, он его там хочет поджечь. Ничего себе. Барбекюшница такая стоит, типа. Опа, я среверсил, походу я стырил финишер, нет? Нет! Нет! Я провожу пить эту фигню. Вот это финишер, я на него потратился. Такой бред вообще. Так, сейчас проверим. Со столом. Я просто... Ой, я через него просочился. Это норма. Крис, Джерико. Можно вас на минутку? Попробую сломать. Нет. Но зато это приводит к сигнатуре. И это выглядело правдоподобно, если честно. Финоккл шофл. Оп, оп, оп. Утираем руки и... И все. И садим сюда Криса Джерико. Проводим ему суплекс. Но до того стола мы, не думаю, что долетим. Мы долетели только до... Криса... До Зиглера, и он проводит меня DDT. А финишер у меня куда пропал? Объясните мне. Я не раз слышал, что кричали зрители. Но что-то... Что-то требовали они явно. Но точно не столы. Блин, куда финишер пропадает? Что за бред? Я же просто провел суплекс какой-то. Типа он был эпичный и выглядел как финишер, что ли? Но нет. Не должно быть такого. Странности начались с Ортаном, потому что это не то. Он просто копит на финишер сигнатуру. Почему вот я не могу? Меня постоянно кто-то прессует. Остальные все могут копить на финишеры и зигзаг. Ну, конечно, так. Понакопят все. Накопили, да? Ну, давайте, проводите. Как обычно. Стол, походу, тут вообще бесполезен. И он не нужен здесь. Хотя... Фиг знает. Начистим пачку Квартану. Тоже накоплю. Окей. А то просто так тратится ни на что. Вот эти туфли, кстати, у Джона Сины даже не поменяли. Это же такой бред. Какие-то черные туфли. Я в таких... Даже не знаю. Чего бы и сказать такого. Это странно очень, туфчики. Фиги, да как прям не знаю. Ладно, не буду. Джерик у меня выбрасывает, и это будет Омгомент. Да. Ну, что там стоит у него? Это тоже DDT. Но это круто на самом деле. Ой-ой-ой. По-моему, еще возле Трумбакла есть Омгомент. Это хорошо, что их подобавляли. Всякие новенькие такие, так скажем. Выиграем клинч. Покрутим руку немного Ортону. Вот они все-таки там хотят разбить стол. А я не хочу его там разбивать. Вот камера неудобная, когда вот так вот уходит на рот. Ну, это понятно. А им-то как смотреть на нас? Вдруг я здесь пин буду делать? Ну, или мне так же. Ну, не в этом бою пин, конечно. Здесь нужно нам разбить горящий стол. Но реверси действительно как-то не очень у меня получается. Когда как. 50 на 50. Единственное, что я понял, что Джин Сина может тырить финишер. Это стопудово. Еще кодбрейкер. Ничего себе. Правильно стоял, копил на финишер. Ортон уже устал там ждать клиентов, чтобы разбить им из стола. Я не могу встать. Я нажимаю кнопки, вот, наконец-то. Сейчас выкинем Дольфа Зигаря. Ну, блин. Ты же ушел Джерику. Ну и ушел бы Кортону. Теперь мне опять полчаса валяться. Реверсируем. И отлично. Пойдем поговорим. Блин. Не сюда. Нет. Нееет. Да. Как? Я нажимал на чертов треугольник. Я должен был сделать отсюда Джазминт. Зиглер какой-то вообще не восприимчив к моим приемам, что в тот раз, когда я его хотел подкинуть, не вышло ничего. Что сейчас? Мне это не нравится. Нифига не нравится. Иди сюда. Дольф. Дольф. Вот так вот. И если здесь Омга. Отлично. Эй, Сина. Ты... Ты... Не... Все, отлично. Омга момент. И сейчас будет больно Атольфу Зиглеру. Кстати, по-моему, в трейлеры даже на нем проводили этот самый прием. Ух. Хо-хо-хо. Никому такого не посоветуешь. Ну ладно. Адреналин у нас все исчез. Больше нельзя бегать в игре, походу. Я действительно прав, ну-ка. Нет, бегают. Все, все отлично. Пора сжечь столы, я чувствую. А что, у нас там один горит, они все туда и идут. Классный прием от Криса Джерико. Я чувствую, это может длиться бесконечно. Отличный баг. Смотрите, Джон и Сине снятся кошмары. Крис Джерико занимается утренней пробежкой. А пацаны там просто показывают свой рестлинг. Ах, хорошо. Можно сходить пока куда-нибудь, поиграть во что-нибудь другое. Все, вот, наконец-то. Пришел наш спаситель. Если бы мы играли один на один, то можно было бы просто выходить из боя. Хорошо ломается стол. Иди-дети. Матч такой насыщенный. Пока у нас выходит. Но я думаю, его уже можно потихонечку завязывать. Как бы кто не хотел смотреть еще и еще аркиио. Элбол дроп. Мимо. Как-то странно с прыжками сделали. Не всегда все попадают на того, кого хотят. Как-то Крис Джерико то ли на Зиглера, то ли на меня уже прыгал. И получилось что-то между нами. Вот этот стол явно забаговал. Потому что, ну, я-то думал, что это добавили новую анимацию. Ну, столу. То есть, как бы он полусложился. То есть, как бы потреснулся, да? Но на самом-то деле, получается все иначе. Он просто, по-моему, застрял. Потому что мы через него застреваем тоже, как бы. И странно все выходит. Вот у Джерико вообще какие-то странные приемы. Он перелетает по уринга и долетает до своей цели. Кто-то вообще не попадает. Зиглер не восприимчив к моей магии. Вне Хогвартса, походу. Не знаю. Что-то странное происходит все равно. Но, как бы странно здесь не было все вот это дело. Бой получается хороший. Скуп слэм от Дельфа Зиглера. Давайте, ребятки, завязывать бой. Он уже, по крайней мере, удался. Как мне кажется, что зателка там была. А, ну, их много очень там. Ну, видимо, народ хочет разбить там стол. Я, может быть, их недопонимаю. Зиглер мне проводит тоже МГ-момент. Это ответочка. Нет. Ух. Жесткий этот прием, на самом деле. Вот так вот башкой в трумбаку. Наверное, сейчас звенит в голове у Джона Сидна, и у него летают птички, либо звездочки он видит. Скорее всего, звездочки. Все, я пошел туда. Пора ломать стол. Только у меня финишера нет, что немного печально. Блин. Напрыгивает на меня Рэнзи Уортон. Нужно как-то лежа, валяясь, накопить на финишер. Иначе будет беда. И я полечу прям туда. На стол. На горящий. Блин, а вот тут идите, это не очень приятно, я бы вам сказал. Нэкбрейкер еще мне проводит. Черико. А можно было бы тут, вонга, момент-то, вот туда выкинуть кого-нибудь вниз? Команда, прием. Если бы это был суплекс, интересно, кому бы назначили победу? Если бы мы двойной суплекс провели кому-нибудь из этих участников. Жестко сейчас будет. Сигнатура. Так, меня это радует. Но у Джона Сина здесь нет сигнатуры. Я не знаю, мне кажется, здесь не будет проводиться five-knuckle shuffle. От чего я буду отталкиваться? Канатов-то нету. Среверсить надо обязательно. Нет, суплекс, не-е-е-ет. Мимо. Рейдзертон мимо, не попадает. А пацаны у нас вообще куда-то ушли. Нет, нет. Нет, а это в другую сторону. Хорошо. У меня есть финишер. Повнимательней сейчас нужно. Ортон, видимо, хочет больше всех победить. Судя по всему. Вставай, Джонни. Плиз. Бульдог. Какой суплекс? Ты что? Иди сюда. Нет, реверс. Руш. Я же среверсировал. Отлично. DDT. И это шанс для Джонни. Джонни. Подъем. Да поднимайся. Я не могу поднять никого. Я вообще застрял между Джерику и... И столом. Почему люди как-то странно ходят? Они как зомби, знаете, так голову в одну сторону и все. Я такой... Типа... Сейчас ошибка. Стол ломается, но мы стоим на ногах. Я вроде бы среверсил. Я нажимал на проведение финишера, но как-то метался так. Джон Сина типа застрял. И... Джерику просто сделал мне суплекс на горячий стол. Ну, я думаю, несмотря, может быть, на немного странную концовочку, весь бой был хорош. Не знаю, как вам, но мне гамоти понравилось. Что касается всего видоса, то вначале немного не так все пошло. Как-то первый бой хороший, вроде как. Ну, только у меня не было создано. Ну, кипишный такой бой. Второй логовый. Третий... Не знаю. Быстрый. Тоже со столом. Один там был. Ну, а четвертый эпик. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр. Я вообще подскочил. Ну, это действительно был глюк. Потому что два чувака у нас встали. Криджерику и Джон Сина. Ну, потому что Сина реально, он офонарил от того, что он такой... Блин, я проиграл! Это была моя победа. Я должен был провести оттуда джазмент и эпично закончить бой. Ну, ладно. Так тоже хорошо получилось. Всем спасибо за просмотр. И, я думаю, еще будет очень много всего. Онлайны, турниры, Юниверс, 30 лет Расселл Мании. О, боже, сколько еще всего. Всем пока.